Всем хай-хай снова. С вами Вак и Серега. Сегодня, короче, тренера нет, мы снимаем тренировочку. Я бегу по 300. Сейчас Серега меня разок снимет. И мне вообще три раза таких, но я только один раз покажу. Сегодня мяч пометаем, тоже вам покажу. Три по 300, 39 секунд. Это, в принципе, не быстро. По 13 секунд. Сотня. 39? 38-38. Лёха покажет, как не надо бежать 40 метров. Я по движению тебя возьму. Давай, лети. Набегались теперь. Буду мяч кидать. Эти сидят. Нифига не делают. Мальчик такой. 5 килограмм. Все будем бросать. Сейчас эти договорят. Мы же сидим, блин, отдыхаем до хера времени. Что-то пробежал, так тяжело стало вообще, капец. Хотя не так много. Получилось. Давай. Пацаны работают. Что там? Пацаны сегодня работают. Пацаны сегодня красавчики. Валерке было аж плохо. Да. Как всегда плохо. Ну вот. Вот он пошел. Завтра пацанов в миле. Будут снимать. Они снимают, а я бегу. Че? Валерка, давай. Че? Так, а ну скажите пару слов. Жариловы нереальные. Нереальные. Вася. А, кидай. Попригаловаться, а? Кидай. О, какая срака. Какая попочка. Варвар. Я говорю, как я варвар. Варвар? Шлепаешь. Вака подпольная кличка варвар. Хоть не мог. Ну, это пока. Пару слов о тренировочке. Пацаны, это спортик. Чувак, это спортик. Пацаны, наваливаем боком. А ну-ка, покажи раму. Напряги раму. Раму напряги. Верми, а ну как ты заказал. О, полегче. Рожку зори. А вот. Не, как там? Помнишь, у тебя приколы? Говори, типа, какая встая птица. Слышь, мужчина, а где футбольное поле? На кого покажите. Там. Мы снимали видос, что мы сказали. Это трендец какой-то. Жарко, тени нету, блин. Вообще, я так устал. Сколько времени сейчас, Ёга? С 15-ти. С 15-ти. А мы сюда пришли в 11-е. Считай вас со скольки мы тут. В 11, ну вот, часа 3-7, там, 3 с половиной, может. Короче, это трендец. Куча людей было. И завтра еще эта дурацкая эстафета. 600 метров бегу. Капец. Я не знаю, что будет завтра. Вообще, просто. Я немного перегрелся. Сейчас буду лежать, отдыхать. Конечно же, жрать. Пить водичку. И так далее. Что ты скажешь, загоревший? Я скажу, что сегодня было отлично. Я, кстати, вчера кто побегал. Без сутболочки. Да и вообще мы пару тренировок провели с понедельника. Познакомились с людьми некоторыми. Взяли интервью, кстати, у очень крутых людей. Блин. Это уже до влога выйдет, кстати. Видят, что? Кто-то уже по-любому оценил. Матерчик, нас тут в истории отмечают уже. Кто? Слушай, похоже, тебе интервью. Ну, это Оля. Ага. Нас уже реально отметили. Короче, я уж не договорил. В то бегали без сутболки. Сгорели, короче. У меня плечи все печется. Бам. А то, походу, и я теперь так себя чувствую. Этот велик вы введите в последний раз, наверное. Ты шо? Реально, сегодня вывесили объявление. Сегодня же его и купили. Охереть просто. Если купят. Посмотрим. А дудка работает? Ладно, ладно, я потом покажу. Угадайте, что это. Что вот это за герня, пацаны? Я потом покажу. Сейчас ждем человека. Должен купить велик. Продал я свой старый велосипед. Очень быстро его продал, кстати. Мы буквально его выложили утром. Ну, днем. На улыбься заявление. Вечером позвонил чувак. И тут же его забрал, можно так сказать. Я не снимал вчера, потому что было уже поздновато. И моя камера не очень хорошо снимает ночью. В общем, я сейчас покажу вам новый велик, который я уже заказал. Его во вторник отправляют. Ну, собственно, смотрим. Вот такой, собственно, я покупаю себе велосипед. Велик шоссейный. Фирма Profi. Модель City. 28-е колеса. 58-я рама. Ну, рамы покупал под свой рост, естественно. Там 1,88 на 2, где-то вот так вот. Рама полностью алюминиевая. Ну, так как это шоссейный велосипед. И к тому же он бюджетный. Его цена 7000. Около 7, ну там плюс-минус 500 гривен. Тормоза у него вибрейки, все дела там. Ну, это кому интересно. Вот можете, в принципе, почитать тут все. Кому интересненько. Также я могу оставить ссылочку, если кому тоже нужен велик шоссейный. Ну, такой тоже бюджетненький. Этот велик, в принципе, я посоветовать не могу, так как я его только покупаю. Я еще не пользовался. Я вообще никогда в жизни не катался на шоссейном велосипеде. Максимум у меня был горный. И то он, ну так себе, я не знаю. Мне поднадоел он, короче. Вот то я его и продал. Хочу сейчас себе купить что-то побыстрее. И поэтому я выбрал шоссейный велосипед. Так к тому же у нас сейчас идет реконструкция нашего стадиона. Он закрывается примерно на 3 месяца. Ну, может даже больше. И мы будем ездить на совсем другой стадион. Так что я буду кататься, собственно, на этом велике. Также я хочу вас спросить, стоит ли снимать отдельные вело-влоги, а не обычно, как я снимаю жизнь атлета. Я думаю, если будет вам интересно, оставьте свои комментарии. Снимать, не снимать. Именно в вело-влоге я имею в виду, что я буду снимать именно все, что связано с велосипедами, всякие велопокатушки и так далее. И это буду снимать отдельно уже от жизни атлета. Так что оставляйте свои комментарии. В следующем видео вас ждет распаковка нового велосипеда и, скорее всего, мини-обзор нашего нового стадиона. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok